Великобритания, в телевизионном мире Зеленский победил. Победит ли в реальной политике? И на СМИ, Россия. 1 апреля 2019 года. Комментируя выборы на Украине, британские СМИ прежде всего отмечают напоминающий метеор политический взлет комика Владимира Зеленского. Почти все отмечают, однако, что этот взлет отражает далеко не веселые реальности украинской жизни. После Майдана Украина стала самой бедной страной Европы. Коррупция рассвела пуще, чем при Януковиче, конца войны не видно. Выражая сочувствие населению, британские СМИ жалеют и Юлию Тимошенко, чья политическая звезда, похоже, близится к закату. Индепендент. Индепендент. Комик Владимир Зеленский уходит в отрыв после первого тура по мнению Индепендент. Отрыв Зеленского более чем на 12% пунктов от ближайшего соперника, действующего президента Порошенко, дает Комику серьезные шансы на победу. Но настоящей драмой воскресных выборов стал намного меньшей, чем ожидалось. Разрыв между вторым и третьим по популярности и кандидатами. Этот разрыв, похоже, выбивает госпожу Тимошенко из второго тура, намеченного АН 21 апреля. Если Порошенко выиграет, это будет смертью украинской демократии, цитирует Индепендент Юлия Тимошенко, отмечая, что она намерена оспорить результаты, но пока не призвала своих сторонников к уличным протестам. Индепендент ищет причины поражения Тимошенко и приходит к выводу, что Порошенко, сосредоточившийся на военной теме, а также Зеленский, выбравший тему молодежных проблем и перспектив страны в целом, обошли Тимошенко прежде всего в борьбе за симпатии молодых избирателей, явившихся на выборы в больших количествах. Военная и молодежная проблемы оказались важнее в долговременном плане для украинского избирателя, чем экономический популизм и призывы к борьбе с коррупцией от госпожи Тимошенко, цитирует газета украинских экспертов. Впрочем, и тема коррупции на этих выборах была важна, и британские СМИ приводят самые яркие факты деградации украинской политической жизни с 2014 года. Так, делитель и граф именно на коррупцию и отсутствие реформ делает акцент в своей статье «Президент из сказки может превратиться в реального» после того, как телекомик приносит на Украину свой популизм 2.0. Господину Порошенко перед выборами пришлось уволить чиновника из своего былого бизнес-круга, потому что сына этого человека обвинили месяц назад в продаже по завышенным ценам армии военного оборудования. Эта техника была перед тем контрабандным путем завезена из России, помогающей сепаратистам в восточной части Украины. А госпожу Тимошенко уличили в получении денег на тысячи фунтов от фиктивных жертвователей. Делитель и граф отмечает, что и Зеленского обвиняют в том, что одна из его компаний получала доходы и продюсировала фильмы в России в разгар боевых действий в Донбассе. Газета приводит и последний предвыборный слух. В четверг Зеленского объявили собственником незадекларированной 15-комнатной вилы на итальянском курорте, популярном среди таких российских олигархов, как Роман Абрамович и Олива Дерипаска. Тем не менее, отмечает газета, эти разоблачения не смогли серьезно снизить популярность Зеленского в стране, где менее 10% населения доверяют правительству. В стране, которая после свержения в 2014 году пророссийского президента стала самой бедной в Европе и где политические и экономические реформы остановились. В комбинации с популярностью телешоу «Слуга народа», где он играет учителя, становящегося президентом, подход Зеленского, больше юмора, меньше политики, очаровал электорат, измотанный коррупцией, войной двумя революциями за менее чем 20 лет. Так объясняет популярность Зеленского деле «Телеграф». Впрочем, британская пресса отмечает, что Зеленскому отнюдь не гарантирована победа во втором туре, поскольку политическая неопытность и мощный административный ресурс Порошенко могут сыграть с выступающим против политической рутины комиком злую шутку. По этой теме Лондонская Таймс в своей статье приводит слова эксперта, профессора украинистики в университетском колледже Лондона Эндрю Уильсона, Андрео Уилсон. В настоящий момент он, Зеленский, не является самим собой. Он, Голобородько, а не Зеленский. Он ведет компанию как персонаж своего собственного сериала. Это нечто вроде исполнения желаний. Ведь в сериале он делает все те вещи, которые люди хотели увидеть после революции 2014 года, борьба с олигархами, борьба с коррупцией, защита обычного парня из народа. Между тем, отмечает Эндрю Уильсон в интервью Таймс, именно недостаток опыта и знания может вскрыться, когда Зеленскому придется принять участие в обязательных теледебатах со своим соперником во втором туре, президентом Порошенко. Вот как описывает эту ситуацию Уильсон, мы знаем политиков, которым, как Трампу, удавалось избежать наказания от избирателей за невнятность собственных представлений о той или иной проблеме. Но у Зеленского эта проблема невнятности вполне реальна. И если он начнет плавать по вопросам реальной важности, например, по вопросу войны в Донбассе, Порошенко может просто отправить его в нокаут. Издание Спектатор, Теспечтатор, подытоживает размышления коллег о шансах Зеленского следующей точной характеристикой происходящего. В мире телевизионной комедии, идеалистический молодой реформатор выигрывает. А вот в реальном мире и украинской политик, где все друг другу горло готовы перерезать, в такой победе уверенности нет. Каждый новый президент с 2004 года приходил к власти на платформе борьбы с коррупцией, и Украина прошла через две кровавые революции, в 2004 и 2014 годах, в борьбе с этой наследственной бедой. Но все эти антикоррупционные популисты, включая ныне борющегося за сохранение поста президента Порошенко, все они вскоре предавали надежды избирателей, и сами увязали в этом болоте. Британская газета приводит отрывок из сериала «Слуга народа», который кажется ей подходящим для описания украинских событий, что мы за народ такой, что все время голосуем за этих подлых лгунов, зная прекрасно, что они мошенники. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.